Какой лес ждет привокзальный рынок, когда на месте Быховского появится магазин и как в уголе развивается система гандля в регионе? На вопрос ведущей и слушающей подчас программы «Открытая студия» Радоя Гомель Плюс отказывали руководители областного и городского управления гандля и послуг. Марина Джалая так же задала гостям студии свои вопросы. 15 тысяч гандляовых объектов работают сейчас в области, а еще две с половой в Гомеле. Это другие покажки по Сламинску. Литерально каждый человек ждет, чтобы магазины с самыми основными товарами находились у кроковой доступности. Но не все пожелания могут задоволить. Часом для будовництва чергового магазина кроковой доступности не хватает свободных площадь. Оздорается и так, что крамы зачиняются за стратные працы. Сейчас, на прикладу, в Гомеле будуются несколько великих магазинов, которые обеспечивают потребности жихоров особенных микрорайонов. Мы ожидаем открытие двух крупных торговых объектов до конца года. И уже, наверное, в ближайшее время это откроется объект по улице Сверидова под вывеской «Дионис». Это будет крупный торговый объект свыше тысячи квадратных метров с зоной реализации продовольственных товаров. И предполагается небольшой объект общественного питания. Также под вывеской «Дионис» у нас откроется еще один объект по проспекту Космонавтов-61. Тоже достаточно крупный объект. Но пытанью застается шмат. Например, когда закрыть провокзальный рынок, и где потом працовать предпринимательникам и физичным особам, которые сейчас там гандлюют. Специалисты расслумачили, что гандлярам пропонуют ожитивлять свою деятельность на улице Шаученки, где для этого рыхтуется специальная пляцовка. Хочется за все так званый «пятачок» спынить свою работу до 1 вересня. Зараз инвестор займается проектной каштарысной документацией. И в вересне тут приступят до початкового этапа будовництва. Плануется, что гандлевы центры на месте провокзального рынка завершить будовать в 2020 году. Как мы видим сегодня по эскизу данного торгового центра, решение такое, что на первом этаже будет размещаться большой торговый объект по реализации продовольственной группы товаров. На втором этаже это будут арендуемые площади, которые будут сдаваться в аренду под торговлю. Возможно, кто-то из физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые ранее осуществляли торговлю на привокзальном рынке, смогут занять эти места и в дальнейшем развиваться и работать. Еще одно наболелое питание, коли на месте изнесенного Быховского рынка побудуют новый магазин. По попередних известках, в 2020 году на этой плясце откроется гипермаркет. Так само насильство советского района Гомеля чекает заявление анонсированного рынку Любинске на улице Жукова. Ситуация с терминами его бытовниства ускладнилась тем, что, сгодно генплану, заменяются межи Гомеля. В настоящее время идет согласование генплана в развитии города Гомеля. И когда будут определены все нюансы в строительстве обхода, который проходит непосредственно в зоне строительства этого рыночного образования, в тот период и начнется строительство нового рыночного образования. Если еще на тот момент будет в нем необходимость. А вот на рынке Асавцы повинны з'явиться гандльовые ради по продаже белых в ауживании товаров. Такие рынки завсюду выкликают цикавость у насильництва. Бо там можно знайсти, окрами іншого, праритетные речи, предметы, нумизматики и артефакты. Можно говорить о том, что вот такие зоны являются местом притяжения не только тех людей, которые торгуют бывшими в употреблении вещами, но и определенных категорий покупателей, которые с удовольствием посещают эти рынки, даже являются центром притяжения. Потому что одно дело – это купить бывшие в употреблении часы, второе дело – это какой-нибудь инкрустированный старый диван или же статуэтку, которая собой представляет некую даже, наверное, материальную ценность. Поэтому в данной ситуации я бы, может, даже хотела где-то обратиться к нашим жителям, не отвергать это предложение, а попробовать. Вполне вероятно, что нам понравится всем быть на этом рынке, и все будут знать, что у нас есть определенный рынок, куда можно приехать, продать свою вещь бывшую в употреблении и приобрести то, что тебе будет интересно. Что отличается развитие гандлевой сетки в регионе, то сейчас в Гомельской области работает около 15 тысяч гандлевых объектов, и что год их появляется еще по 3-4 тысячи. Зразумело, певная колькасть крам зачиняется, але в целом в этом сегменте назирается видовошная активность. Вопрос обеспеченности и насыщенности товарного ассортимента лежит в плоскости ответственности субъектов хозяйственной, поскольку обязательно у нас на сегодняшний день наличие ассортиментных перечней, в которых включены основные позиции, и если мы говорим об ассортиментном перечне, то это именно товары наше белорусское производство. Конечно же, задачу мы ставим перед местными органами власти, ежедневном режиме отрабатывать сеть для того, чтобы видеть о том, что весь необходимый ассортимент товаров, особенно социально значимые товары, должны быть ежедневно на прилавке. Гандаль – это достаточно складанная сфера. Тут заусюду есть, над чем працовать и до чего имкнуться. Есть, чем быть незадоволенными и за что – удячными. И доброе, коли подстав для удячности становится все больше.